бывают люди думают что на самом деле это очень сложный удар бывает покупают новый бампер из-за этого всего дела на самом деле я сейчас покажу как оно все назад хлопнет и ничего страшного в этом нет вот можно наблюдать что немножко он под замялся и с помощью фена мы его на место поставим ну естественно придется немножко под шкурится и протянуть шпаклевкой ну мы его помыли только что то что грязный был вот теперь мы его развернем будем феном работать внутри тут тоже главное не перегреть короче маляра это все знают вот ничего здесь нового в этом нет вот что у нас здесь этой стороне собственно ведь он так потянулся что пластик побелел немножко вот как раз здесь будем греть эту всю зону не просто вот тут всю зону будем греть тем самым ставить его на место сейчас все-все-все-все покажу и так есть у нас чудо фен сильно нам не надо греть и и прогреваем зону слегка вот таким макаром прогревать надо хорошо чтобы оно нормально эластичное было с этой стороны уже оно горячее чуть-чуть но слабовато пластик толстый принципе тут давайте попробуем отщелкнулся да вот после удара только пооставались мы их прогреем сейчас это получается у нас удар пришелся именно в эту зону поэтому именно здесь мы сейчас еще посадим туда же что было меньше шпаклевочки ну вот здесь что-то непонятно еще чуть-чуть как бы ямка небольшая ее тоже мы сейчас здесь прогреем чтобы было минимум шпаклевочки видно что я нагрел его теперь аккуратно а ямка я именно этот участок раз уже как бы на что-то похоже теперь посмотрим с той стороны значит что у нас здесь получилось этот пока не нужен так и собственно говоря вот он весь на стал на свое место реально даже и шпаклевать надо но мы его сейчас вышкурим вот эти все трещины по лаку тоненький слой грунта присутствует а если здесь праймер не знаю ну зачищали видно что он 220 такой что-то похоже полосы видно что зачищали грунт серый а вот если праймер я не знаю как это понять сейчас на этом этапе собственно это покрытие бесцветное и поэтому на этой почве можно не разобраться есть ли он или нет но с другой стороны отлучивается он только в зоне ремонта может и есть но так как автомобиль был ударен в жопу ранее покрашен по хабну я думаю не может быть речи о какого-то там еще покрытие для адгезии то есть праймера это было мне кажется сделано все подешевле и побыстрее так ну что нам надо дальше это сюда это сюда фен нам пока не понадобится теперь берем машинку и вышкуриваем эту зону думаю надену я 150 либо 120 чтобы быстрее где-то так короче взял 120 и сейчас вышкурим эту зону так ну что спустя некоторое время спустя минут десять-пятнадцать мы добились этого результата с помощью приспособа под названием фен потом я с плашечкой с наждачкой градации 120 пробежался по плоскости чтобы понять где что у нас есть где вмятинки небольшие ну как выявилось они кое-где есть присутствует ну и сейчас стянем это все дело шпаклевочкой вышкурим я думаю будет нормально все то есть по сути ничего сложного нет даже дома любой может сделать это все погнали шпаклевать так так сделаем вот такую кошку с двух шпаклевок стекловолокна и универсальной шпаклевочки как бы мне стекловолокно там не нужно а универсалка как бы маловато может быть поэтому сделаем вот таким образом ну и конечно же сейчас все начнут писать почему же ты не использовал шпаклевку по пластику надо отвечать конечно отвечаю вам друзья что дорогие наши таксисты которым подешевле и даже пол бампера кусочек сделать так сколько тут сколько тут сколько тут сделай мне участок и все не хотят платить чтобы я работал с нормальными материалами о каком может быть речь шпаклевка какой я даже не знаю поэтому не задавайте глупых вопросов работаем на ту сумму на которую человек рассчитывает с этим ремонтом вот и все сейчас она подтянется думаю это будет нормально и все пускай сохнет вставлять подпишите вставляю и вставляю и Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну вот, когда 150-кой вышкурили, снова наносим проявочную пудру и берем уже наждачку градации немножко меньше, то бишь 220. И помаленьку перебиваем полосы вот эти. Потом можно взять еще поменьше, потому что так как серебро, нужно все тщательно хорошо вышкурить. Где шпаклевка, оно уберется быстро, но не нужно забывать, что есть другие места, где полосы нужно хорошо матировать. Потому что усядется грунт и будут полосы видны на краске под лаком. Вот есть 240. Вот пудру нанес и теперь 240 уже перебиваем аккуратно, убираем полосы. На шпаклевке видно, то хорошо. А вот где уже нет шпаклевки, надо тщательно это все шкурить. Тем самым мы добьемся мелкой-мелкой... Такой, ну мелкие будут полосы и они хорошо зальются грунтом, то есть не будет никаких проблем абсолютно. Еще плюс такой прием можно применить при нанесении грунта. То есть нанесли пару слоев, подсушили грунт и где протертость допустим до пластика, чтобы будет ворса стоять. Сошкурили полторашкой там допустим на сухую и дальше грунтуете. Ну как бы сбить немножко все то, что стало как ежик и идете дальше грунтуете. Тем самым как бы улучшаем качество проседания, чтобы не было, или как назвать по правильному, подготовки. Улучшаем качество. Ну потому что на серебре очень тяжело как бы серебром подготовки, чтобы потом не повылазили косяки. Чтобы сильно там тяжело, я бы не сказал, но немножко нужно повозиться. За счет пудры видно хорошо, где тут что вышкурено, а где еще нужно шкурить. Вот. Ну и так полностью все. Потом мы поменяем еще. Сделаем немножко. 340 еще поцапим. Прогуляемся еще ею маленько. Будет хорошо. Идеально будет. Вот так выглядит под грунт вот эта зона ремонта. Напоследок тоже была нанесена пудра. И вот такая на поролончике 320. Перебили мы 220. 240 вернее. Взял немножко дальше, то есть заматировал немного дальше. И вот так выглядит зона под грунт. Собственно. Дальше все по схеме получается. Дальше уже грунт, краска, лак, все просто. В этом ролике как бы подытожим именно саму подготовку, чтобы не растягивать. Вот. Не тянуть кота при чандале. Вот. Кому понравилось ставим лайки и подписываемся на мой канал. Ну а мы погнали дальше. У нас вон фронт работы. Смотрите какой. В процессе. Но это уже совсем другая история, друзья. Поэтому, чтобы не пропустить следующие ролики, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем пока.